Не сам город, а образование, которое получают юные сочинцы, заинтересовало Всероссийское педагогическое собрание. Тем более на волне всеобщего снижения знаний российских школьников по русскому языку, интересен опыт в Сочи, где есть свои методики преподавания. Опыт учителей Олимпийского города Сочи, Олимпийской столицы Российской Федерации, был известен в Российской Федерации в стране. То есть не только то, что Олимпийские объекты, то, что мощная инфраструктура, курортная, но и то, что здесь очень высокий уровень образования. А это достигается огромными усилиями большого отряда педагогов, учителей города Сочи. Сочинские учителя рассказали о музейной педагогике, об успехах развития речи в многонациональной сельской школе, о дистанционном образовании и духовно-нравственном. Сегодня у педагогов спрашивают, каким объемом знаний должен овладеть выпускник школы. Директора, отметили на совещании, должны так составлять программы и учебно-методические материалы, чтобы в итоге получить хорошие результаты. Это не только результаты ГИА и ЕГЭ, поскольку сейчас в школу вернулась дополнительная внеурочная деятельность. При проектировании нашей программы мы решили учитывать не только индивидуальные особенности ребенка, хотя именно на это нацелен стандарт, но и особенности региона, города и микрорайона-гимназии. Каждая школа выбирает свое направление, и сегодня во время проведения видеоконференции в режиме онлайн были получены рекомендации от представителей Министерства образования и науки России. Важно очень при обсуждении содержания образования иметь этот принцип преемственности. Мы хотим, чтобы все лучшие стороны советской школы вошли в современную российскую школу. Круглый стол получился живым, интересным и, безусловно, направленным на то, чтобы российское образование вновь было лучшим в мире. Идеи сочинских педагогов готовы рассмотреть на самом высоком федеральном уровне.